Так что с сегодняшнего дня я официально начальник отдела. И работать будете под моим началом, без самодеятельности, ясно? Я полярный режиссер, и я беру пример с моих любимых режиссеров, таких как Стивен Спилберг, Стэнли Кубрик. Клан Янковских, живет ли он дружно? Все рассыпалось, как бы. Есть московская диаспора, есть белорусская. А с кого начался этот клан? Любая мафиозная структура, она строится на боссе. А как воспитывали вас? Папа всегда был в театре, он занимался собой. Мама занималась с папой, а я рос сам, сам как бы по себе. В вашей жизни было и злоупотребление алкоголем. Кто вас спас? Как научить ребенка читать? Не нужно, приходя домой, его не замечать. Гонорар современного белорусского или российского режиссера сколько нулей? Владимир Янковский, режиссер, актер. Родился в семье народного артиста СССР Ростислава Янковского и педагога Нины Чаишвили. В школе любил уроки литературы и истории, но без присмотра матери мог нахватать кучу двоек по математике и физике. Высшее образование получил в Белорусском государственном театрально-художественном институте. Играл в театры, снимался в кино. Создав собственную кинокомпанию, в 1992 году занялся производством клипов. Стал одним из известнейших клипмейкеров Белоруссии и России. Его портфолио включает более 700 музыкальных и рекламных роликов, 32 телевизионных фильма и сериала, две полнометражные картины, десяток ролей в кино. Владимир женат, воспитывает сына. Считает, что деньги значат многое, но творческие амбиции важнее. Это «Карт-бланш». Здравствуйте. Программа, в которой серьезные журналисты задают вопросы серьезным людям и интересным людям. Кто же у нас сегодня задает вопросы? Давайте познакомимся с этими людьми. Михаил Борисов, приветствую. Наталья Луговая, приветствую. Ваш покорный слуга тоже будет задавать вопросы. Ну, а кто у нас сегодня в гостях? Человек, который режиссер, актер, наверное, продюсер, наверное, много кто еще. Владимир Янковский. Здравствуйте. Здравствуйте. Каждый кинематографист мечтает об «Оскаре». У вас «Оскар» есть. Небольшой, золотой. Этот брелок вам подарила группа, которая работала над проектом «Месть». Скажите, пожалуйста, а что нужно сделать, чтобы вы получили настоящий «Оскар»? Вот так попаратики? Да, да. Значит, снять хорошее кино. Это та цель, к которой я иду. И хорошее кино одно я уже снял. Это фильм «Купала» о белорусском поэте Янке Купала. Что это? Земля. Это хлеб наш. Стало все только горш. Али мы, мы не сдаемся. И не сдамось они коли. Разумеешь, ясь. Этот фильм уже многие фестивали просили показать, но его Белоруссию пока запрещают и не выдают. Даже был фестиваль в Лондоне, и фильм уже должны были показывать в кинотеатрах, но его отозвали после случая с самолетом известным. Поэтому фильм пока никому не показывается. Будут ли его выдвигать на «Оскар»? Я не знаю. Ведь есть условия, чтобы он в кинотеатрах прошел. А в кинотеатрах его пока не показывают. Но его в том году вслили в сеть, украли копию несовершенную, рабочую. И около 7-8 миллионов белорусов уже посмотрело, и этот фильм стал своеобразным манифестом Белоруссии. А есть ли такая, не знаю, поговорка? На сайте «Кинопоиск» российском он имеет 8,2 звезды из 10. Это хорошие результаты. Но есть такая довольно расхожая фраза, что самое лучшее кино у режиссера – это еще не снятое кино. Безусловно, конечно. У вас какие-то мысли на будущее уже запланированы? И в голове наверняка это совершенно идеальное кино уже нарисовано? Я в этом году снял на деньги моих партнеров хоррор. Вот он сейчас… Хоррор? Хоррор, да, называется. Но карточку надо положить. Вот эту? Нет, новую. А это ответ? Это второй вопрос. Хоррор называется «Слежка». Это молодежный хоррор. Очень интересным сюжетом. Я сам автор сценария. Сейчас идет постпродакшн, и я думаю, что где-то в сентябре он будет готов. Уже три российских компаний дистрибьюторские заинтересовались фильмом, хотят его посмотреть, чтобы дальнейшую путевку в жизнь организовать. То ли это кинопрокат, то ли это продажи на стриминговые платформы, то ли это фестивали хорроров на Западе и кинорынке. Ну, сейчас будем решать. А так у меня в плане около пяти сценариев лежит готовых, которых я сейчас хочу последовательно воплотить в жизнь. Я снял очень много проектов, 32 телевизионных, нет, 30, около 30. И я уже тоже устал, как от клипов в свое время, так и от телевизионной продукции в свое. И сейчас я уже пришел к тому моменту, когда мне хочется делать свое полнометражное кино, но именно свое, своим сценарием, что за мной никто не стоял, мне никто ничего не указывал, чтобы я делал свое авторское кино. Ну, получается, на свои деньги даже тогда снимаете, если уж все ваше, как найти-то партнеров, которые... Я для этого и снял хоррор, чтобы заработать деньги для дальнейшего своего производства. Возвращаясь к фильму Купала, в любом случае какие-то исторические параллели всегда возникают, когда мы берем вот такую какую-то интересную личность. Сейчас вы живете в России. А какой личности хотелось бы снять кино, чтобы она тоже отражала историческую параллель? Ну, я, во-первых, не живу в России, я здесь снимаю. Живу я в Минске. И всегда жил в Минске, хотя всегда работал для России. И у меня была квартира в Москве, мне купили компания «Премьера Свой», когда я клипы снимал. Но я всегда все равно не переезжал, потому что в Минске как бы неуютнее. А какой исторической личности? Их такое огромное количество. Я бы очень хотел о Бродском снять, безусловно. Я очень люблю его поэзию. И меня интересует его какая-то экзотенциальное ощущение его внутреннее одиночества. Вот это вот его Венеция. Он же похоронен Венецией. Я был на его могиле, на этом острове. Ну, и вообще хотел бы о нем снять фильм, да. Вы сказали, что вам в Минске уютно было. А сейчас где вам уютно? Все равно мой дом Минск. Я там родился. И, знаете, Минск очень, вот как Калуга уютный город. Я в том году здесь полгода снимал. И он, у него аура очень такая мягкая, теплая, спокойная, нет суеты. Я в Москве схожу с ума. Ну, у меня нет настроения, потому что эти пробки, это мельчишня, это кошмар, эти расстояния. Это все очень тяжело. Там полдня тратишь в Москве на то, чтобы куда-то приехать. А в Минске 10 минут, как и в Калуги. Ваш коллега, тоже представитель очень известной фамилии, Феликс Ростуцкий, говорил, что когда-то в Калуге можно было снимать всего Островского, эти улочки уютные и так далее. Сейчас Калуга сильно изменилась. Вы ее, ну, успеваете посмотреть, насколько вы знакомы вообще с городом? Ну, конечно, я же, выбор натуры происходит, когда подготовка к съемкам. Мы всегда ездим и смотрим то место, где будем снимать, выбираем. Нам локейшн-менеджеры показывают, поэтому Калугу я наизусть и знаю. А что тогда в ней еще привлекает, помимо того, что все близко к транспортной доступности? Я думаю, вы будете спрашивать про этот клип к Маринину, который я недавно снял в Калуге. Но я могу сейчас ответить этим. Конечно. Потому что я, когда мне Саша позвонил и попросил снять клип, сначала он попросил приехать в Италию, потому что он там живет. Он в Германии живет и в Италии у него дом. А я говорю, это нереально, никого не упускает и впускает в Италию. Просто на этом ставить крест. А где мы снимем красивый клип? Я говорю, давай в Питере попробуем. Там Белой ночи, как раз июнь был. Я начал подготовку, но очень тяжело в Питере с этим делом, потому что там огромное количество народу. Там в Белой ночи все заполнено туристами. И это безумие. И такой клип про одиночество, про поиск любви невозможно сейчас там сделать. Либо перекрывать весь город, что стоит таких денег, которых вообще просто у нас нет. Поэтому я говорю, слушай, я сейчас сериал в Калуге, давай в Калуге снимем. Он говорит, а что же там красивого? Я говорю, а ты приедешь и посмотришь на эти виды. Вот смотровая площадка. Это колоссальный вот этот пейзаж на реку, на леса. Наш парк культуры. Да, 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 да. И мы там снимали. И он просто в восторге был. То есть клип Александра Маленина снят в Калуге у нас в парке. Не только. Не только? А какие еще и другие? Мы ездили и на кабриолете по трассе, и на катере плавали по реке. И у нас много локаций. А пришлось ли изменить концепцию клипа? Практически нет. Только там у меня был сценарий, они встречаются молодые на мостике, на фонтанке. А мы изменили на смотровую площадку вот эту у вас в парке. Не забудки цветут, а на том берегу звезд весенний салют. Я не люблю русскоязычную музыку и никогда не любил. Я был меломаном всегда. Я с детства слушал Битлз, Роллинг Стоунс. Вы настолько меломан, что собирали диски какие-то, потом кассеты где-то выискивали. Сейчас у меня огромное количество, около 5000 винилов было. А когда появились перспективы, что вы стали снимать музыкальные клипы? 90-е, когда рухнул СССР, когда появилась свобода. Три фильма, которые обязательно надо посмотреть. Клан Янковских. Живет ли он дружно? Человек-скотина, понимаете, к сожалению, который приспосабливается к тому, что ему удобно. Папа занимался боксом, он вам какие-нибудь приемы показывал? Мне не нравилось, как он меня учил боксу. Он надевал перчатки и сразу бил меня. Серьезных повреждений на даме нет, но механизмы шлюза потребуют ремонта. Найдите хорошего специалиста из местных. Будет исполнено. Получается, ну такое, разнообразие жанров. История, биография, потом хоррор. Вы готовы опять вернуться к биографии? Очень много экшена я снял в своей жизни. Не стоит ли выбрать какое-то одно направление и быть в нем специалистом? Или хотите оставаться таким разносторонним? Я полярный режиссер, и я беру пример с моих любимых режиссеров, таких как Стивен Спилберг, Стэнли Кубрик. Все величайшие фильмы Стэнли Кубрик снял в разных жанрах. У него есть фантастика «Космическая одиссея» 2001 года. У него есть хоррор «Сияние» с Джеком Николсоном по Стивену Кингу. У него есть драмы, комедии «Доктор Стрэджилов». У него есть сатира. Но он всесторонний. Это и есть система нормального кинопроизводства, когда режиссер может делать все. В этом есть конкуренция. Мне нравятся разные жанры. Я не снобистки настроенный человек, который только слушает классическую музыку. Все остальное это не для меня. Нет. Я люблю и легкую музыку, и такую, и сякую. И так же и в литературе, и в кино. Ну и кто вам из современных исполнителей тогда нравится сейчас? Мы вместе с сыном для себя открыли группу «Строджес», «Артик Манки», «Очень любимый Аркадий Файя», «Уайт Стриперс». Ну, многие, много, много. В 21 веке много появилось интересных исполнителей. Но, а русскоязычные? Я не люблю русскоязычную музыку и никогда не любил. Я был меломаном всегда. Я с детства слушал «Битлз», «Роллинг Стоунс», «Лед Зеппалин». И я никогда не любил «Веселых ребят», «Пламя», «Самоцветов». Мы презирали эту музыку, наше молодое поколение. Это не музыка. Я понял. Когда люди любят «Битлз» и других, это происходило наверняка в те годы, когда популярность «Битлз» еще была совсем огромной. Она и сейчас есть. Есть. Меньше. Но есть. Вы настолько меломан, что собирали диски какие-то, потом кассеты где-то выискивали, на черном рынке покупали. Это целая история. Это целая большая... Это целый большой сериал. Потому что сначала это все собиралось на бобинных таких кассетах. У меня был магнитофон «Комета». Приносились пластинки, ставились они на жуткий советский проигрыватель аккорд был такой, стерео, с маленькими колоночками. Потом постепенно все менялось. Появились стереомагнитофоны отличные, но бобинные. Появились хорошие вертушки уже. Запад на это копилось и как бы покупалось. Потом появились «Кассетники», «Деки», помните? «Пионеры» уже в 80-е годы. И «Техникс», далее «Сиди». А сейчас я опять вернулся к винилу. Я сейчас собираю винил, как и раньше, когда-то. Но раньше на него денег не было. А сейчас у меня огромное количество, около 5000 винила дома. Но с винилом-то были раньше проблемы. Откуда вы пластинку «Битлз» взяли? Проблемы были в Советском Союзе, да. Но удивительная вещь. Вот насколько раньше была крутая музыка, и насколько ее было много. У нас был клуб меломанов. Мы собирались в скверике каждые выходные по утрам возле кинотеатра «Беларусь». И приносились пластинки. Там человек 400 собиралось. И ты приносишь свои пластинки, там штук 10. И ты даешь кому-то на неделю их переписывать на магнитофоны. А уберешь у кого-то. И я каждую неделю около 7-8 крутых, совершенно сумасшедших музыкальных явлений брал. Ну тогда просто выходило каждую неделю хитовых программ десятки. Каждую неделю я приносил там «Юритмик», «Стинга», «Стелл Канцел», «Депешмут». Все, 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 каждую неделю новые выходили программы. И мы этой музыкой питались и жили. У нас не было перспектив никаких. Мы же были за железным занавесом. Но пластинки как-то проникали. А когда появились перспективы, что вы стали снимать музыкальные клипы? В 90-е, когда рухнул СССР, когда появилась свобода, когда появилась возможность дышать и быть самостоятельным. Не зависит от никого. И от государства прежде всего. Тогда начались появляться частные компании. И я ее организовал. И тогда мы начали учиться снимать. Мы же были безграмотными. У нас же не было вузов по подготовке клипмейкеров или режиссеров музыкального видео. Поэтому мы смотрели эти вот пленки DVD. Ой, не DVD, а ВХС, которые переписывались с канала MTV. Тогда еще MTV здесь у нас не было. И учились снимать клипы по образцам западных. Но я постепенно нашел свою стилистику. Я не хотел повторяться, как многие. Снимали один к одному, пытались делать так же, как там. Мне захотелось делать как бы по-своему, как я это вижу. И я стал делать в клипах. Мне как-то Жечков, это лидер и основатель группы «Белый Орел». Он же был бизнесменом крупным. У него была компания «Премьер СВ». Он мне сказал, значит, меня не показывай, делай просто маленькое кино. А я всегда мечтал снимать кино. И я такой, о боже, я теперь буду сейчас маленькие фильмы делать. Я стал придумывать сюжеты. И вот «Белый Орел» начал впервые делать. Значит, там золотой граммофон вам за это достался. Да, 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 мини-фильмы. И вот это как упоительные в России вечера. Тогда же фильмы перестали сниматься. И он говорит, давай сделаем как бы саундтрек для фильма, которого нет. Все подумают, что это кусочки фильма. И так все и думали, что мы откуда-то взяли. А где же фильм писали все? Тогда не было интернета. Ну, как упоительные в России вечера. Любовь шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки. Как упоительные в России вечера. На ваше 50-летие группа «Белый Орел» приехала в Минск. Это был визит вежливости или это все за денежки? Ребята, я вам 15 клипов снял, а вы ко мне теперь будьте добры выступить. Нет, Жечков мне подарок какой сделал. Они приехали ко мне и пели у меня на дне рождения. Трудно ли вот так вот себе выписать группу? Это единоржды случилось? Я не выписывал, это его подарок. Ну, понятно, я имею в виду. Сам сын приехал, как снег на голову, да? Единоржды случилось. Он мне сразу сказал, что я присылаю тебе группу и пускай поют. Единоржды случилось. Но сам не приехал. Или были истории такие в жизни еще? Когда группы, которым вы сделали клип, выступали перед вами на семейных торжествах? Я не тщеславный человек в таком плане. Я как бы достаточно скромные дни рождения провожу. У меня был громкий юбилей 50 лет. А вот, допустим, 60 лет в том году я был в Калуге. Я снимал здесь, и здесь все было закрыто. И мы вчетвером, там, актеры Большого Аня, Аганисян, продюсеры, я и оператор, там, а человек 8, моя жена с ребенком, сидели скромно в гостинице, в бильярдной, нам там накрыли, и все. Вот такое было юбилей у меня. Потом отметили дома, когда вернулись к семье? Сейчас все рухнуло в этом отношении. Люди боялись же этот год собираться. Все болели. Очень много у меня друзей ушло. Жуткое время, конечно, в этом отношении. А как соотносится то, что вы снимаете клипы, в том числе и русскоязычным исполнителям, именитым, «Белые орлы», «Киркор», «Бабкина», «Майни». Как соотносится ваше увлечение музыкой иностранной, и вы считаете ее качественной? И тут вот русский исполнитель. Два притопа, три прихлопа. Я много снял клипов и западным группам. Естественно, я всегда любил хорошую музыку западную. Но романсовую музыку я тоже любил. А «Белый орел», как бы, «Малинин» — это романсовая музыка. Она такая распевная, красивая. Так что это мне не особо коробило. Мне коробило российская попса всегда, для которой я тоже очень много снимал. Как я придумал сюжеты для них? То есть сидит режиссер перед экраном, монтирует клип и давится? Нет, не так. Нам не сначала надо было придумать историю. А из ее придумывал, ставя любимую музыку какую-то свою. А потом уже рассказывал… Клип Киркорова на какой музыке построен? Что-то слушал. Радио Хэта я слушал тогда. А это на какой трек Киркорова? Я не помню уже название песни. Слушайте, ну как я могу помнить название всех песен? Потому что их уже более… Ну ладно, в общем… Как же там, господи… Как же там, господи… Клип Киркорова в ночь. Нет, когда… Ты должна мне помочь какая-то ночь, там не помню. В общем, благодаря Радио Хэта это случилось. Клип красивый снимали на Курской колесе. Я с клипами, конечно… Курская коса великолепная. Я переехал, поездил, поснимал во всем мире. Мы снимали клипы и в Париже, и в Праге, и в Хельсинки, и на островах мальдивских, и в Курская коса, и в пустыне в Испанской. Ну, очень много всех делений. И в Калуге. Как режиссер, который разбирается во всех тонкостях технологического процесса, смотрит кино? Вы же все понимаете? Как это сделано? Ругаете, может быть, режиссера? Ну, кто так делает? Ну, что это? Я совершенно, как ребенок, смотрю кино. Я умею абстрагироваться, и я так люблю кино, что я смотрю только как зритель. И если кино скучное, неталантливое, я не хочу его смотреть. Но если оно тебя завораживает, я просто в восторге от этого кино. Есть фильмы, которые я пересматривал по 150 раз, по 200, наверное. А вот прямо сейчас три фильма, которые обязательно надо посмотреть? Вообще в жизни? Да. «Полет на диздом кукушки» Милоши Формана, «Амаркорт Феллини» и «Огни большого города» Чарли Чаплина. Ну, это, что называется, классика. А современного кино в ваших рекомендациях не дождемся? Посмотрите обязательно фильм, бельгийский фильм «Новещий завет». Замечательная совершенно, ироничная комедия. Ой, да, очень хороший фильм. Из последних, вот то, что мне нравится. А вообще, в последнее время, мало кино хорошего, к сожалению. Мир истощился. При всем при этом, вы посмотрели более 17 тысяч фильмов. Нет, больше, наверное. Более 17 тысяч. Это то, что в коллекции. Да, в коллекции. Имеется в режиме свободного доступа. Да, а в коллекцию я не беру то, что мне не нравится. А эти фильмы точно так же, как и музыка в основном иностранная? Или там есть российские фильмы, советские? Там есть «Весь Тарковский». Там есть три моих любимых фильма «Никита Михалкова». Там есть «Изенштейн». Там есть «Дорженко». Там есть грузинское кино «Абладзе» и «Аселяни». Там есть комедии, вот эти вот классические, Гайдая, Данелия и Рязанова, получшие. Там есть «Герман» и мой любимый фильм «Золотой теленок» Швейцера, который я смотрел очень много раз. Я считаю лучшей экранизацией и вообще лучшей комедией. «Золотой теленок» с Гертом, Шурой Балагановым, гениальным Куравлем, который я, кстати, снимал когда-то в рекламе. Счастлив, что с ним знаком был. Ну, вот так, вот такая вещь как бы. А из ушедших актеров кого бы вы хотели снять? Барон Мехаузен там есть с дядей. Да, дядя. Кого бы из ушедших актеров вы бы хотели снять и какую роль ему дать? Я бы, я так хотел с Олегом Ивановичем снять кино, и он так хотел, чтобы я это... Но тогда я еще не мог ничего сделать. Имеется в виду Олег Янковский? Да. Родной дядя. Мы с ним очень много говорили, я ему рассказывал про идеи. Ну, будем исповедоваться. Я это делал всю жизнь. Клан Янковский, живет ли он дружно и как он себя сейчас чувствует? Общаетесь ли вы? Клан Янковский сейчас, я на мой взгляд, уже нет. Смертью отца и Олега, они братья родные, все рассыпалось как бы. Есть московская диаспора, есть белорусская. Мы в разных странах, каждый работает сам по себе. Но они общаются между собой. Я иногда звоню, мне иногда звонят. Ну, так, чтобы... Может быть, творчески мы пересечемся когда-нибудь, и все будет опять более тесно. Но пока не получалось. А с кого начался этот клан? Кто в нем был связующим звеном? Ну, как кто? Мой папа, Арслав Иванович Янковский, который... В Ленинабаде был молодым актером, его пригласили в Минск, он приехал в Минск, в театр. А бабушке было тяжело воспитывать еще двух сыновей. Она отдала ему хулигана Олега с собой, чтобы он закончил школу, он не хотел учиться, хотел уходить. Он его с собой привез, и тут они вместе с моим братом Игорем вместе росли. Ну, там, у них есть разница, там, лет семь, но они все-таки... А я только родился, и он воспитывался в театре, Олег, и пошел в театре, стал играть в маленькие роли. Потом поступил, и вот отец как актер стал известным, а он стал как киноактер известным. Но есть еще средний брат. Есть еще средний брат. Коля, ну, он никакого отношения не имеет. Кино, он такой какой-то был, по-моему, был директором какого-то клуба или там что-то еще. В Саратове. В Саратове, да, в Саратове. Так что отец был всегда, отец всегда всех звал, приглашал. Слушайте, ну, любая мафиозная структура, она строится на боссе. То он все формирует. То есть он был босс? Конечно. Босса не стало пять лет назад, в июне. Да. Ушел ваш отец. А почему вам не перешло, Игорю не перешло, вашему брату? Ну, потому что, ну, другие интересы, другое время уже. Раньше как-то папа этим гордился, кичился, клан Янковских, об этом всем говорил с важным видом. Они были два монстра. Один в театре, другой в кино. Ну, поэтому был клан. А сейчас все очень так по-мелкому пока у нас у всех. Я, ну, клипы снимал, но в клипах я многого добился. Потом стал снимать сериалы. Сериалы, как правило, это же конвейер. Мало сериалов можно сделать пока в таком состоянии, в котором они существуют, чтобы это было произведением искусства, как на Западе. Для этого нужны большие деньги, интересные идеи. Не должно быть табу, который существует на федеральных каналах. Это показывать нельзя, это показывать нельзя. Об этом говорить нельзя, об этом говорить нельзя. Поэтому наше кино, оно, помните, как Жванецкий о советском кино высказывался? Кино из жизни голубей. Вот сейчас оно из жизни картонных человечков. Вообще, бесполое. И поэтому в сериалах ничего невозможно сказать по-настоящему. В федеральных каналах, я имею в виду. На стриминге сейчас появились, есть надежда, что там больше свободы в плане творчества. И там появятся интересные какие-то работы. Уже начинают появляться, кстати. Кино, как я давно предсказывал, лет 7 назад, оно умирает. Система кинотеатров, я имею в виду. Не вид искусства, а система кинотеатров. Потому что это некомфортно для зрителя, ходить в кинотеатр. Если ты смотришь трехчасовой фильм, тебе хочется в туалет выйти. Ты же паузу не нажмешь. Проголосовали в зале, и все вышли в туалет. Я понимаю, что там звук, это. Но, господа, у меня дома домашний кинотеатр. Звук, экран, то же самое. Только мне никто не мешает. Никто не жует попкорн рядом. Никто не ходит, не разговаривает. Поэтому это нормальная вещь, что кинотеатры умирают. И все переходит в домашние кинопросмотры. А стриминги завоевывают мир. А пандемия поставила на этом точку, на мой взгляд. Сейчас говорят многие критики. Ой, сейчас зритель вернется в кинотеатры. Не вернется. Уже не будет такого. Все поняли, что дома удобнее. Человек-скотина, понимаете, к сожалению, который приспосабливается к тому, что ему удобнее. Я сейчас это не говорю, не обречая, а констатирую факт. Мы такие, мы тараканы. А в плане книг смотреть же удобнее, чем читать. Им не грозит вымирание, по-вашему? Я сейчас не читаю. Я смотрю. Мне удобнее. То есть смотрите, имеется в виду кино. Мой сын 14-летний, он без ума от книг. У него сейчас вот это вот ощущение вещизма идет. Как у меня, к пластинкам. Потому что я до сих пор не могу скачанные или там. Я люблю вот пластинку взять в руки, альбом. Открыть его, понюхать, посмотреть, как надписи все это. Наскать пластинку поставить. В этом есть ритуальная история. Она правильная. Но это все равно такой вещизм. Я привык к этому. Мне от этого хорошо. Мой сын покупает новые книги. Он читает очень много. Ему 14 лет. Что он читает? Он решил сейчас просто меня... У него любимый автор Франц Капка. 14 лет. Это не шутка. Он прочитал практически все. Сейчас читает Ремарка, Курт Ванегуд, Стефен Свейк. Он очень много читает. И все время покупает книги. Но книги он покупает в красивых обложках. Они должны быть красивые. Открывает, чтобы была расчетная бумага. Потому что у меня огромная библиотека дома. Я ему говорю, что ты не читаешь мои книги? Папа говорит, посмотри твои книги. Я давно же не брал их. Я же много почитал когда-то. Открываю, они желтые все. Страницы все коричнево-желтые от старости. Плохая бумага была в СССР очень. Плохая печать была. Поэтому он ему говорит, мне неприятно это читать. А это я новое покупаю. Ну и покупает. Сейчас, наверное, множество родителей у экранов просто подскочили. Как научить ребенка читать? Есть у вас секрет? Есть. Чтобы ребенок читал, любил прекрасное, смотрел кино, изучал живопись. И был хорошим человеком. Не нужно, приходя домой, его не замечать. Нужно в него это вкладывать. Рассказывать об этом. Не заставлять, а рассказывать. И когда он видит пример, как ты этим занимаешься, все будет то же самое. То есть вы много читали раньше, а сейчас не читаете. Когда мне говорят многие родители, ой, что делать, моя дочка служит эту Бузову. Я говорю, так а кто виноват, что она служит Бузову? Поставили бы, когда она была маленькая, ей Битлз, и было бы все хорошо. И только не один раз, а много раз. И разную музыку. Надо же воспитывать ребенка. Духовно растить. О нем говорить все время нужно. С ним нужно говорить о прекрасном, о хорошем, о проблемах, о человеческих каких-то отношениях. Но как с другом. И тогда все откликнется. А как воспитывали вас, что вы стали таким, до такой степени творческим человеком? Меня, к сожалению, не воспитывали. Это своеобразная такая, ну, знаете, как в семье алкоголика вырастает человек, который никогда не пьет больше. То есть вопреки? Вопреки, да. Потому что нет, ну, дома было много книг, но мы не беседовали о них с родителями. Потому что папа всегда был в театре, он занимался собой. Мама занималась с папой. А я рос сам, как бы по себе. Хулиганили? Я не был хулиганом до где-то лет, наверное, 15. Я рос в школе, где было очень много бандитов. У нас бандитский район был. Тогда же сейчас этого практически нету в городе Минске. А тогда это что-то было страшное. Там на танцы приходили с цепями, с колами, с этими... Кассетами? А? Кассет. Кассеты, кассеты металлические, свинцовые, да. И меня очень много били. В школе всегда. Я же, ну, как бы из интеллигентной семьи был. За дело? Нет. Ну, я же был... Ну, там не так посмотрел или что? Да нет, я просто... Ну, поймите, я был на обочине. Я был из другого мира социального. Поэтому я закалялся. И закалился к 15 годам. И научился давать сдачу. А потом очень сильно научился давать сдачу. А потом вошел даже какое-то время в раж. Ну, а папа занимался боксом. Он вам какие-нибудь приемы показывал? Или вы все тоже у друзей перехватили? Пытался, когда я синяками приходил, но мне не нравилось, как он меня учил боксу. Он надевал перчатки и сразу бил меня. Ну, и брата тоже. Ну, то есть у вас был шанс пойти по какой-то скользкой дорожке, если вам это нравилось? Нет, я рисовал, сколько помню себя, я всегда рисовал. Мне нравилось создавать. Я очень много комиксов рисовал. Когда был маленький, папа мне привез из-за границы комиксы, я их просто обалдел. У нас же не сдавались комиксы. Я начал рисовать и придумывать свои комиксы. А потом я нарисовал три мушкетера в комиксах. Сохранили этот седер? Нет, у меня украли. У меня украли. Но я не дорисовал, я где-то половину нарисовал. Причем в красках. Ну, красивые были очень комиксы. А остальные комиксы о чем были? Значит, и был у меня комикс про рок-музыканта, естественно. Был комикс про первобытного человека Наха. Это я тогда любил очень... Джозеф Ронни Старший был такой писатель, который писал про первобытных людей. Всякие истории. Я вот такого типа что-то придумал. Про пещерного человека. Про его приключения и так далее. Ну, такие штучки были. А сейчас что-то рисуете? Раскадровки. А, только раскадровки. А для себя? Какие у меня раскадровки купали. Их даже там у меня жена сняла, там на стенд там дома повесила. Практически комиксы. Ну, я в красках делал даже раскадровки. Папа был не только актером известным, но он еще был и депутатом, он был сенатором. Это повышало благосостояние вашей семьи? Деньги были... Они летели просто, ну, грубо говоря, в небо. Мы их не ценили. Семья у вас появилась только в 42 года. А почему? Почему залог семейного счастья – это способность мужа зарабатывать деньги? В людях вы цените независимость? Режиссер не может быть тираном в таком единовластном площадке. Гонорар современного белорусского или российского режиссера сколько нулей? Папа был не только актером известным, но он еще был и депутатом, он был сенатором. Это повышало благосостояние вашей семьи? Это не повышало никакого благосостояния. Нет, он что-то получал добавку, по-моему, 100 рублей какие-то, получал эти 150. Я не помню, извините. На этом повышало. Но то, что он, будучи депутатом... Ну, что могли сделать депутаты в Советском Союзе? Как... Руку поднять. Ну да, и в принципе, что они могли сделать для народа, я имею в виду. Но машина персональная была? Все же было заранее все продумано. Машина персональная была? Да, была какая-то у него машина персональная. Наверное, да, наверное, была. Был даже юрист у него персональный, когда он был сенатором. Но он что делал хорошего? Он помогал артистам театра. Квартиры выбивал для них. Какие-то еще такие штуки. Ну, в общем, все... Папы нет 5 лет, и каждый четверг мама посещает его могилу. И мы, конечно. Вот... Когда в Минске. Когда я узнал, что она себе приготовила рядом местечко, поставила крест и посадила туда голубку... Это я все сделал. Это вы все сделали. Я очень удивился. И маме сделал я. Она попросила. Я пригласил своего друга, очень крутого совершенно, скульптора, Колю. И мы придумали этот проект памятника. И рядом вот у нее там папа сидит в кресте в роли Эрдивилла. Рядом этот крест маленький с голубкой. Это вот, да, это такой очень красивый памятник. А ничего, что при живом человеке крест... Или она только голубка, это не ее крест. Она голубка. Она голубка. Это там же какая-то в этом отношении хитрость. Любовь, вечная любовь, как бы. То есть символ. Но с точки зрения практической, да, человек себе выбил место на кладбище. И она спокойна, что она будет там лежать. Умирать она не собирается. Она у меня 94 года. Она у меня ходит каждую неделю два раза в бассейн. 94 года. Ух. И плавает на минуточку 750 метров каждый раз. Еще раз. Ух. Это правда. А ваши родители, если я помню, познакомились на почве именно спорта, да? Да, он был боксером, она легкая атлетка. А вы каким-то спортом увлекаетесь, увлекались? Он вообще какую-то роль в вашей жизни играет? Я занимался плаванием очень хорошо. Я кандидат в мастера спорта по плаванию был. У меня это очень хорошо было. Но когда я поступил в художественную школу, мне пришлось бросить, потому что... У меня были тренировки два раза в день. Утром рано до школы и после школы средней. А когда я поступил в художественную, все, я уже не мог это делать. Я с удовольствием бросил. А, с удовольствием? Ну, зачем становиться профессиональным спортсменом? А у меня были какие-то к этому... Ну, а сейчас какой-то спорт в вашей жизни присутствует? Я, знаете, захожу в зал каждый день 30 минут на эльпсе и с гирьками работаю, чтобы поддерживать форму. Мне это нужно для того, чтобы с энергией 12 часов... Отстоять смену. Да, вот я до съемок... У вас возле гостиницы замечательный фитнес-клуб в Калуге. Я туда купил абонемент. Но вот сейчас уже неделю не ходил, потому что мы только начали съемку. Но вот сейчас мы устаканимся, и я после съемки буду ходить опять. Алексей, пойдем выпьем за мою внучку. Пойдем, пойдем. С удовольствием. Пойдем. Ну, в вашей жизни было и злоупотребление алкоголем. Да. Кто вас спас? Ну, слушайте. Знаете, как Мику Джаггеру задали вопрос? Вот Эмми Ванхаус, она же наркоманка была. Он говорит, и что? Но она же рок-звезда. Это неотъемливые вещи. Когда ты чем-то занимаешься на острие... Я сейчас не приравниваю себя к рок-звезду. Но я попал в такую систему. Клипмейкеры были в 90-е годы звездами. Суперзвездами. Тогда кино не снималось. Тогда по телевизору только нас и показывали. Были передачи про рекламу, про музыкальное видео. У нас были огромные деньги, бешеные деньги. Именно тогда вы построили свой дом у новой национальной библиотеки? Да, я много чего построил тогда. И слушайте, тогда деньги были, они летели просто, ну грубо говоря, с неба. Мы их не ценили и очень много потратили и растратили. Я мог девушкам покупать машины тогда. Просто так. Это такое время, такое было время. Это, оно такое прекрасное было время для меня. 90-е годы, которых говорят, какие лихие, да? Лихие 90-е. Да, понятно. И что все бандиты появились в 90-е, это вот эта вот ханжеская наша мораль, когда все привыкли врать друг другу с улыбкой на глазах, она продолжается. Хочу всем напомнить, что бандиты появились в 86-м году при СССР, когда появилось кооперативное движение. И тогда все бандиты выползли из великой советской страны, доброй и самой правильной, наружу, по щелчку. И в 87-м году уже в ресторан зайти было невозможно, потому что все сидели в спортивных костюмах, шапками пыжиковыми и распальцовкой. И бригады собирались, и друг друга кошмарили. Это было с 86-го года. И весь страшный бандитизм был до распада СССР. Это я хочу напомнить. Но мы ушли от ответа на вопрос, кто вас вытащил из алкоголя. Моя жена Оля, когда мне появилась она, и она как бы очень постепенно с этим боролась. Потому что я привык к тому, что надо. Заказчику раньше нельзя было зайти, чтобы не выпить. Заходил Джечка, там у него же бар был, все стояли, выпивали. Могли девушкам покупать машины, а покупали? Да, несколько раз. То есть были большие увлечения, или это было просто широкие жизни? Ну, какие-то увлечения были, и покупал. Семья у вас появилась только в 42 года, да? Ну, вообще, многие скажут, ой, как поздно. А почему? Ну, во-первых, потому что я искал свою вторую половину. Это на самом деле так. Мне нужен был человек, который, моя вторая, ну, опять повторяюсь, с которым мне хочется до конца жизни быть вместе. Не просто существовать, а быть вместе. Знаете, сейчас, когда был карантин, сколько семей поразводилось, когда им пришлось вместе друг друга видеть каждый день. Я не хотел так, и у меня такого не было никогда. То есть ваша семья – это жена, сын и кошки? Да, это жена. Она у меня заботчик, она любит кошек. Ну, а вы как к ним относитесь? Я очень люблю кошек. Но когда их очень много, когда рожают, и становится много котят, хоть дома большой, но... Максимум какой будет? Ну, одна пять родила, другая четверых. И три кошки больших, посчитайте. И они независимые, как вы сказали. Совершенно независимые. А вот в людях вы цените независимость на съемочной площадке? Артисты, они могут это проявить? Ну, конечно. Слушайте, но режиссер не может быть тираном, таким единовластным площадкам. Он должен быть с актерами. С актерами нужно связываться и быть вместе создателями нового чего-то. Единомышленниками нужно быть. Но они же самовольничают, самовольничают. Со мной актеры очень хорошо работают. Понимаете, в чем дело? Проблема в чем? В сериалах, как правило, так как это индустрия такая, попкорн и конвейер, очень мало настоящих профессиональных режиссеров, которые работают с актерами. Как правило, актер выучивает текст, приезжает и сразу же... Ну, это заметно. ...бухлотетка работает. Когда я начинаю работать с актерами, когда ко мне приезжают актеры, которыми я раньше не работал, я начинаю с ними работать, потому что мне нравится, когда в кадре что-то интересное происходит. Я не люблю, когда просто две головы сидят и разговаривают. Они начинают удивляться, потому что с ними никто никогда не работал. Поэтому вот эта вот связка очень важна. И она дает в итоге результат точный. Кино становится интересно. Почему залог семейного счастья – это способность мужа зарабатывать деньги? Это цитата из вашего интервью. Потому что, если этого нет, с милым рай в шалаше проходит на месяц, на два, на три. Далее, ну, год можно терпеть. Далее жизнь не становится счастливой. Не может быть в шалаше рая долго. Любая женщина хочет какого-то благосостояния. Она хочет хороший дом, она хочет машину, она хочет хорошо одеваться. Она хочет куда-то ездить. Женщина – мужчина. И мужчина тоже. Ну, слушайте, ну, я, допустим, мог бы без этого обойтись, если был один. Потому что у меня другие цели, я на другой заточен. А, в принципе, наверное, благосостояние должно быть, чтобы человек был спокоен, свободен. Гонорар современного белорусского или российского режиссера, который готов снимать в кино в России и за рубежом, сколько нулей? Вы имеете в виду сериал или кино? И там, и там. Сериала очень мало. Сейчас сериалы, после того, как произошел вот этот последний экономический кризис с долларом, был доллар 30, потом 50, сейчас 75. Деньги, которые выделяют каналы, остались те же в российских рублях. Но в долларах это все упало очень, очень сильно. Если раньше за серию я зарабатывал 10 тысяч долларов, то сейчас я зарабатываю 3-4 тысячи максимум. Здравствуйте, я директор. Здравствуйте, Антонина Остапчук, Следственный комитет. Вы сейчас на Калужской земле снимаете фильм «Некрасивая подружка». Сериал. Сериал. Но сюжет достаточно банален. Это же третий сезон. Третий сезон. Но есть подобный фильм с Яковлевой, есть с Фрэндлих, везде «Женщина-следователь», которая что-то там очень здорово расследует, узнает. Чем заманивать зрителей? Я не видел тех сериалов, и вообще сериалы не смотрю наши, отечественные. Значит, в нашей истории, мне кажется, симпатичным то, что здесь такая необычная, нетрадиционная женщина-следачка. Обычно же они все такие ходят серьезные, хмурые, в костюмах такие все. Сериал «След» посмотришь, там я кусочки видел, там такая вся. Все время он очень серьезный. Мы все построили на таком, на общечеловеческих вещах. У нас она любит есть, она неряшливая, она полненькая, толстенькая. На что, кстати, критикуют очень в соцсетях. Да? Да. Посмотрите на Ютьюбе, сколько просмотров и сколько положительных отзывов. Ее не критикуют, наоборот, хвалят очень сильно многие. Спасибо огромное. Владимир Янковский был сегодня у нас в гостях. На мой взгляд, прекрасно поговорили. Вы ужасно интересный человек. Спасибо. Спасибо вам. Неожиданные вопросы были? Да, в общем-то нет. Нормальная работа, хороший вопрос. Я просто перед началом, за кадром, вы опасались, что вдруг эти ребята пойдут на какой-то стандартный. Я хотел этого. Нет, ну вдруг бы мне сказал бы мой партнер, а вот я ваш сын незаконнороженный. Тогда было бы неожиданно, конечно. Но этого не случилось. В программе «Карбланд» сегодня ни одной красной карты, ни одной черной карты. И это нормально, потому что в гостях у нас был абсолютно творческий человек Владимир Янковский. Коллеги, спасибо огромное. Владимир, спасибо огромное. На этом все, уважаемые телезрители. Далеко не уходите от телеэкранов, потому что обязательно будет следующая игра. Жизнь пропащая, проходящая, так бесследно ты не пропадай. Жизнь пропащая, проходящая, так бесследно ты не пропадай. Продолжение следует...